Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Но понял, как ролик можно улучшить. Во-первых, показывать не скриншоты, а можно видосы показывать этих игр, сделать экран побольше. И, в общем, спешу это все исправить. Если что, ссылка на это видео будет доступна. И плюс ко всему, кстати, терлист я проапдейтил. Он теперь должен нормально работать у вас для сороковника. Поэтому, если захотите свои, собственно, свой терлист составить по играм 40К, то, в общем, к вашим услугам сегодня немножко сайт тупит. Вот тут можно посмотреть, как я раскидал игры. И добавить свои. Я, кстати, понял, почему не добавились картинки некоторых игр. Потому что он не понимает формат WebP сайта. Ему только JPEG нужно заливать или PNG, или GIF. Ну, в общем, дело такое. Вы, соответственно, можете этот список теперь использовать. Ну, то есть, ресетнуть. Там есть кнопка «Ресет». И расставить, как вам захочется. В общем, в комментариях поделитесь. Ладно, не суть важная. Есть что саундтрек, который сейчас у нас на заднем фоне играет. Это саундтрек одной из моих любимейших игр по Warhammer Fantasy Battles. Называется она Warhammer Dark Omen. У нас на канале пройдено полностью. Плюс мы начали второе прохождение. Немножко, правда, забили на него. Но, может быть, когда-нибудь кто-нибудь добьет, и мы пройдем ее второй раз. Немножко на другой манер. Так вот, собственно, так как видео разговорные, мне не нужна производственная бригада, чтобы их сделать. Я никакие донаты на это не собирал. И просто сказал, чуваки, голосуйте. Вот вам, смотрите, голосовалка. Че выберете, то и сделаю. И два голосования создал. Одно в разделе «Сообщество» на нашем канале. Почему? Вот про что запилить разговорные видосы к 8 января. И у нас выиграл, собственно, 41% голосов. Тема про Warhammer Fantasy Battles такой же. Если что, ребята, если что, почаще заглядывайте в раздел «Сообщество» на нашем канале. Тут мы публикуем всякие анонсы, вопросы и вообще и донаты ваши оффлайновые в том числе. В общем, все сюда идет. Плюс к всему, ВКонтакте мы такое же голосование запилили. Сколько у нас, кстати, людей проголосовало в... В сообществе проголосовало 3400 людей. И здесь проголосовало еще 272 человек ВКонтакте. Поэтому, собственно, спешу для вас запилить видос. В этот раз я проверил все 32 игры по Warhammer Fantasy Battles. У нас в списке есть. Точно все загрузились. У меня есть порядок их выхода вот здесь. Он опубликован на Википедии. Вот. Меня еще спросили, почему ты не рассказал про Dark Nexus Arena в прошлом видео. Ну, потому что это отмененная игра. Ее больше поиграть никак нельзя. Здесь отдельно, видите, отмененные игры. Castle of the Souls. Warhammer 40.000 Agents of Death. Который, кстати, в 99-м году должен был выйти раньше, чем Fire Warrior. И вообще быть круче, чем Fire Warrior, но не вышло. Горка-морка, к сожалению, которая отменили гоночная игра. И несколько ММОшек. Warhammer Online Breath of Heroes дополнение. Dark Millennium, всем известный. И, конечно же, Dark Nexus Arena. Которая так и не вышла. Ну, ладно, в общем. Итак, самая первая игра по Warhammer Fantasy Battles, которая вышла когда-либо Hero Quest в 91-м году. И там можно было играть за самого Сигмора. Прям вот без шуток. Можно было играть за самого Сигмора. Вот, собственно, Сигмор. Тут он просто варвар, который дерется с орками. Но это классический Hero Quest, как настолка. То есть ты ходишь по подземельям, моешь монстров, собираешь лут, прокачиваешься. В общем, РПГ-х, как РПГ-х. Но надо делать скидку на то, что это 91-й год. И, конечно, графой она, ну, супер-супер простецкая. Я в нее, честно говоря, не играл. Поэтому не могу ей дать какой-то рейтинг. Но выглядит она прикольно, убедительно. В общем, не думаю, что кто-то сейчас бы захотел играть в Hero Quest на полном серьезе в виде игровой. Но все же. Поэтому Hero Quest попадает вот сюда. В раздел не играл. Если что, S — это самые лучшие игры, а D — это прям самые херовые. То есть дерьмовые игры. Вторая игра по Warhammer Fantasy в 94-м году вышла. Дополнение к Hero Quest, продолжение, сиквел, как хотите, Legacy of Sorosel. И, опять же, я в него не играл. Поэтому ничего сказать не могу про него. Но графически выглядит поинтереснее. Вообще старые пиксельные игры — это прекрасно. Графон, как вы видите, здесь стал намного лучше за три-то года. Уже на каких-нибудь 486-х, там, на Pentium'ах первых люди в это играли. Но, опять же, ничего не могу про нее сказать. Никогда в нее не играл. Поэтому, в общем, тоже Hero Quest отправляет сюда. Первый Blood Bowl. Первый Blood Bowl вышел у нас в 95-м году. И, ну, что сказать. Фэнтезийный футбол. Вообще, игр по серии Blood Bowl, вот фэнтезийному футболу, вот этому суровому, наверное, больше всего из всех игр по Warhammer Fantasy в целом. Их до хрена. Они выходят до сих пор. Вот она вышла в 95-м, и она продолжает выходить. Настольные версии, видеоигровые версии и так далее этого Blood Bowl. И здесь он такой пошаговый. Опять же, я в него не играл. Выглядит достаточно убедительно. Но оценку дать я ему не могу. Может быть, вы сами когда-нибудь попробуете сыграть в этот Blood Bowl. Или мне на него кто-нибудь закроет, заставит меня играть в этот Blood Bowl. Ладно, в общем. Для меня знакомство с видеоигровым в Warhammer Fantasy началось с игры Shadow of the Horned Red и Dark Omen. Их две. Вот, собственно. Это две моих практически любимые игры по ФБ. У меня даже был стрим по вот конкретно Shadow of the Horned Red. 95-й год. Офигенные кат-сцены. Офигенный стиль. То есть игра, благодаря своему арт-дизайну, до сих пор, на удивление, неплохо играется и неплохо выглядит. Хотя геймплей на Dark Omen, следующая часть, которая в 98-м году выйдет, получилась лучше. Кстати, Виталик со скикрата тут со мной в кадре. У меня был в гостях тогда. И мы играли, собственно, в Shadow of the Horned Red. Что сказать? На мой взгляд, на мой взгляд, Dark Omen получился куда круче. И в графическом плане, и в плане геймплея, и в плане сюжета он, на мой взгляд, удачнее получился. Поэтому Warhammer Shadow of the Horned Red для меня получает рейтинг А. Почти максимальный, но не совсем. А вот Warhammer Dark Omen, саундтрек которому, кстати, сейчас у нас играет на фоне, получает рейтинг С. У меня есть полное прохождение этой игры на канале. Записи всех стримов у нас доступны в соответствующем плейлисте. Если зайдете в раздел плейлисты на нашем канале, вот сейчас покажу, как это сделать. Смотрите, если вы хотите увидеть, как я ее проходил вообще, в чем соль этой замечательной игры. Попробовать, может быть, ее сами захотите. В общем, прошу прощения. Раздел плейлисты. И сейчас. Подгрузится плейлистов достаточно много. Dark Omen. Нет, еще не загрузился у нас. Хоп. Что-то, мне кажется, подглючивает у меня сайт, потому что у меня он... Мне кажется, некорректно отображение работает сейчас. Ну, в общем, можно проще сделать. Можно набрать Dark Omen просто в поиске по каналу. И он покажет. Вот. Вот у нас есть плейлист. Открылся, собственно, вот так проще будет сделать. И здесь есть все стримы, включая вот назад в Dark Omen. Это второе прохождение. Мы начали немножко по-другому, используя опыт прошлой части. Вот, где мы превозмогаем. Но, в целом, могу сказать, что Dark Omen огромную роль сыграл в популяризации Warhammer Fantasy. Потому что, во-первых, он достаточно близко переносит ощущения и геймплей настольного Warhammer FB. И он вдохновил кучу игр после себя. Например, вот вся серия Total War, как сами разработчики упоминали, она во многом была вдохновлена серией Dark Omen. Поэтому переоценить ее вклад, вообще, в целом, в развитии игр в будущем, очень тяжело. Потому что Total War, ну, вот вообще, в целом, вся серия Total War, она вдохновлена Dark Omen'ом и Shadow of the Horn, right? Прям заклинаю вас поиграть сами. До сих пор она очень круто играется. Она беспощадно сложная в некоторых миссиях. Но когда у тебя получается пройти с минимальными потерями, как бы, она просто офигенная. На Windows 10 запустить можно. Немножко надо с бубнами потанцевать там. В общем, ну, в гугле, опять же, все это находится. Был потом у нас большой, огромный перерыв в играх по Warhammer. С 98-го года до 2006-го ничего вообще не выходило по ФБ, прям совсем. Потому что ГВшники на фоне выхода «Властелина колец» сосредоточились на этом, стали делать настолку по «Властелину колец», и большой фокус у них перешел на 40К. Про ФБ все забыли до 2006-го года в видеоигровом плане. Следующее, что вышло, игра для, как ни странно, PSP, которая называется Warhammer Battle for Atluma. Это карточная игра, попытка потеснить, у нас, к сожалению, нету прям хороших кадров по ней, попытка потеснить Magic the Gathering, всем известную, ККИ, коллекционную карточную игру. Что у нас тут? А, ну вот на Nvidia Shield у нас играют, эмулятор, эмуляторе. Ну, почему-то все кадры прям, конечно, страшные. В общем, карточная игра, честно говоря, не играл никогда в Battle for Atluma, ничего про нее не могу сказать, поэтому заслуженно ее запилим вот сюда, в раздел «Не играл». Вот в следующие две игры я играл много и хорошо, и, в общем, отлично время провел. Более того, у меня есть даже стримы по ним. Ну, конкретно не по Mark of Chaos, но следующая игра Mark of Chaos, 2006 год, и Battle March 2008. Вот у меня по Battle March есть, это более расширенная версия, дополнение, с исправленными ошибками, там, с расширенной кампанией и так далее. В общем, что сказать? Можно сказать, игра «Наследник Warhammer Dark Omen», «Наследник Shadow of the Horned Rat», и, опять же, очень похожая на всю серию Total Lore игра. То есть это варгейм классический, ничего строить не надо, командуешь коробками войск, есть герои, есть монстры, есть маги, есть, ну, а-ля стратегическая карта. На самом деле не совсем, знаете, там скорее как в «Пятых героях», то есть ты можешь просто выбрать между миссиями, там, что-то сделать, куда-то зайти, но в целом основное время вы будете проводить вот в таких боях тактических. Никаких городов у вас там под контролем не будет, то есть вы просто путешествуете и воюете. Всё, у вас растёт армия, вы можете апгрейдить их, вы можете закупать новые юниты. Если вас отряд убили в конце боя, всё, до свидания. То же самое, кстати, в «Даркоман». Если отряд получил опыт, его можно прокачать, они все переходят из миссии в миссию, то есть поэтому вы будете прям под конец кампании прям трястись над вашими ветеранскими юнитами, убить их будет непросто, но всё же можно. И поэтому будет дико обидно. Я уверен, вы ни одну миссию переиграете из-за того, что вас здесь или в «Даркоман» убьют какой-нибудь вам любимый ветеранский юнит. В общем, «Вархаммер» — «Марков КСП» — первая часть. Ну, как сказать, по сравнению с простотой и элегантностью «Даркоман» и «Shadow of the Horned Red», ну, наверное, можно её поставить на «Б». Потому что она достаточно топорная, особенно вот оригинал. «Бателмарч», который дополнение, у меня есть, кстати, стрим по «Бателмарч», там родилось несколько мемов забавных. Там есть офигенная кампания за хаоситов, где ты становишься, ну, по сути, то есть там во времена, по-моему, там кампания времён вторжения Магнуса этого набожного. Магнус де Пайес — это один из императоров. Задолго до Карла Франца он жил там. Так вот, ты становишься, собственно, тогдашним всеизбранным и собираешь огромные орды хаоса, чтобы напасть на империю, там, и так далее. Игра хороша. Не без, не без, как бы, приколов каких-то, не без багов, но лучше, чем оригинальный Mark of Chaos. Ей я могу смело дать рейтинг «А». Она прям, ну, действительно хорошая. Всем советую. Дотягивает ли она до «С»? Ну, нет. Нет, но она хороша, это правда. Также в 2008 году у нас вышел Warhammer Online Age of Reckoning. Первое ММО по Warhammer. Играл в неё какое-то время. РП шёл, отыгрывал боевого приста. Собирал лютые крестовые походы против хаоса. Ну, что сказать. Ну, это, конечно, клон World of Warcraft. Прям такой неприкрытый и очень похожий визуально, графически. Прям практически одно и то же. С поправкой на то, что это Warhammer FB. И надо понимать, что Warhammer, в принципе, дал жизнь Warcraft. То есть Warcraft изначально планировалась как игра по Warhammer, но потом они с гвшниками посрались, и уже огромный пласт работы у Blizzard остался сделанным. И они как бы не хотели это выкидывать, поэтому они поменяли там имена, названия как бы графически, немножко изменили всё, и так получился Warcraft. Ну, по крайней мере, ходит такая легенда, можно сказать. Документальных подтверждений этому нет, но примерно как-то так. Если вы не верите мне, посмотрите интервью с Энди Чемберсом у нас на канале, где он конкретно этот момент комментирует, потому что он тогда работал уже в Games Workshop. И позже он, кстати, работал в Blizzard. Он позже работал в Blizzard, и над вторым StarCraft он был, ну, типа, директором по нарративу второго StarCraft, поэтому, в общем, интересные вещи он там рассказывал. Советую всем посмотреть. Поэтому, что сказать, Warhammer Age of Reckoning, ну, он, конечно, хорош, потому что сколько воспоминаний он крутых подарил в своё время. Ему я смело могу дать за это. Да, клон World of Warcraft, ничего особенного, но он хорош. В 2009 году у нас вышел Blood Bowl, опять же, фэнтезийный футбол, да, вот этот самый. Их будет много, вы держитесь. По ФБ вообще дофигища этих футболов. Что сказать? Не играл. Не играл. Вообще спортивные игры за игры не считаю, неинтересные совершенно. Поэтому даже есть фэнтезийный футбол, то нет, спасибо, я пройду мимо. Поэтому он у меня идёт в список не играл. Дальше у нас Warhammer Quest, кстати, вышедший в 2013 году, опять четырёхлетний большой перерыв у нас был. Мобильная игра для телефонов, для планшетов. Что сказать? Кстати, он очень даже неплохой. Он суперпростецкий, то есть никакой прям суперглубины и геймплея нету, но он качественный, то есть в него забавно позалипать, поубивать время и, в общем, удовольствие вы получите. Так что всем могу смело советовать Warhammer Quest, он очень даже неплохой. Ну, так как это мобильная игра и никакой особой глубины сюжета она не имеет, ничего она в лор не приносит интересного, поэтому Warhammer Quest ну, это рейтинг B. Bloodball для планшетов. Ой, подождите, Керанч у нас здесь. Я, к сожалению, да, не нашёл Bloodball для планшетов. Ничего не смог найти по... Поэтому, в общем, Судаеву не играл. Bloodball 2 в него я играл. Сейчас, подождите, а где Bloodball 2? Вот Bloodball 2 геймплей. Поиграл в него 15 минут. Понял, что не моё, футболом я вообще не интересуюсь никаким, ни европейским, ни американским. Поэтому... Ну, выглядит он прикольно. Всё, что могу сказать. Поэтому, в общем, не думаю, что я должен давать ему какую-то оценку. Спортивные игры не мои. Заметьте, заметьте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Из семи игр, в которые я не играл по ФБ, четыре футбольных. Четыре футбольных игры. Так, до Керанча мы ещё дойдём. Ладно, в общем, после Bloodball Tablet, Bloodball 2 у нас вышел в 15-м году Мумордхайм Сидиофф Дэдэнд. Есть у меня по ней стрим. Ну, чё сказать, честно говоря, я очень ждал этой игры. Я очень хотел в неё прям поиграть, потому что в своё время играть в настольный Мордхайм не было ни с кем, хотя очень хотелось. Я в White Warfie читал статьи, батрепы по этому Мордхайму. В чём суть? То есть вы собираете банду, отряд, у вас могут быть скейвены, хаоситы, сёстры Сигмара, просто наёмники. И вы, в общем, идёте в проклятый город Мордхайм, на который упали кометы из Варпкамня. Чтобы это, собственно, Варпкамень собирать, который очень много стоит, это, по сути, кристаллизированная магия. За него платят огромные деньги, так что вы, в общем, туда отправляетесь. С одной стороны, круто, что в игре тоже есть прокачка юнитов, все герои у вас набирают опыт за бой и становятся лучше. Но есть и забавный нюанс, что если вы получаете какую-то травму, то есть, к примеру, не знаю, там можете потерять глаз, конечность, и у вас это переходит дальше в компании. Сильно калечного, но опытного какого-то ветерана можно отправить на покой, нанять нового, но он будет стоковый. Его придётся прокачивать сначала. Это круто. Есть неплохая кастомизация, куча скиллов, каждого можно как хочешь экипировать. Вот здесь я за сестёр Сигмара играл. Атмосфера неплохая, но честно говоря, вот ей просто бюджета не хватило. То есть, она пытается быть какой-то там пятая дочь Хуебальда, отличное имя, она пытается быть какой-то масштабной и глубокой, проработанной, но им просто не хватило ресурсов, чтобы это всё воплотить. Она достаточно топорная, вышла кривенькая, и из-за этого портится впечатление от неё. То есть, в неё прикольно играть первый час. Если ты пересилил не самую, кстати, ну, не самый понятный интерфейс, и в целом игра не самая лёгкая, если ты вот это пересилил в первый час, то, наверное, на вечер тебе её хватит в целом. Если ты прям любишь ФБ и тебе нравятся мрачные, мрачные пошаговые скирмишь тактики, то в целом, наверное, эта игра для тебя. Но я лично, я лично Мартхайму поставлю рейтинг ну, B. Вот. Ну, конечно, он лучше в Архаммер Квеста, но не лучше, чем Марков Киес, например. Ну, я имею в виду по качеству. Так, дальше у нас вышел End Times Верминтайт. Да, ох, Верминтайт. Господи, но я не думаю, что эта игра нуждается в каком-то особом представлении. 2015 год у нас, да? Вообще, смотрите, богатый год для игр по ФБ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь игр по ФБ вышли в 2015 году. Верминтайт, ну, без шуток, это игра, которая так же, как и Dark Command, так же, как Total War Вархаммер, вообще в целом, ну, вывела ФБ в какой-то мейнстрим, то есть, что о нем снова заговорили, как о какой-то интересной вселенной и так далее. Очень крутой геймплей, достаточно ревностное, такое правильное отношение к лору внутри игры, офигенная атмосфера, кооператив на четверых, в общем, ну, прям, Верминтайт хорош, очень хорош, как в целом и вторая часть, в него было интересно играть тогда, интересно играть сейчас, всем советую попробовать, конечно, лучше начинать со второй части, она намного, намного качественнее получилась, но в целом, Верминтайт от ранг S прям вообще не напрягается. Бладбол Керанч, еще один мобильный фэнтези-футбол, ну, это даже я комментировать не буду, никак не играл, и играть не собираюсь, в общем, Керанч, всего доброго. А вот следующая игра по ФБ, которая тоже надо стать в 15-м году, вышла, Warhammer's Notling Flank. Это, по сути, Angry Birds вселенной ФБ, то есть, ты стреляешь с нотлингами из вот такой вот, типа, катапульты, ну, даже баллисты, скорее, по зданиям, в основном имперским. Вот, и как ни странно, игра хороша, она дико простая, но просто метать с нотлингов, это офигенно весело. Я не знаю, можно ли ее сейчас скачать, доступна ли она сейчас, но она прикольная была, я в нее играл пару раз, мне понравилось. в общем, рейтинг. Но заслуживает ли она? Блин, но она простенькая, да, то есть, как бы, вот, куда ее, куда ее ставить? Куда ее ставить? Ну, наверное, наверное, B, потому что она все-таки простецкая, правда. так, далее у нас по релизам в Warhammer Arcane Magic, сейчас я его покажу, настольная пошаговая тактика, а-ля, а-ля, то есть она пытается, Arcane Magic, насколько я знаю, была коробочная версия этого Arcane Magic, но она, она чисто карточная была, то есть там колоды были, если мне память не изменяет. В общем, тоже в Arcane Magic не играл, ничего про него сказать не могу, но выглядит, честно говоря, как типичная какая-то мобильная игра, ничего, ничего выдающегося я здесь не вижу. Но в любом случае интереснее фэнтезийного футбола, поэтому, по крайней мере, ее можно будет попробовать, но опять же, Arcane Magic не могу ставить рейтинг, сам не играл. Зато я много играл в следующую игру, мы можем в Стиме просто посмотреть, сколько у меня наиграно в Total War 1, чтобы не быть голословным просто. В 1-й Total War мне наиграно 353 часа, во 2-й 440. Почти тысяча часов в этой серии игр я провел. Total War Warhammer 1, в общем... А, это мы играем во 2-ю часть, но в целом можно пока взаимозаменяемые кадры, просто потому что мы играем юнитами и фракциями из первой части. Поэтому, в принципе, сойдет. Графически он не изменился. То есть, в чем суть Total War Warhammer? То есть, вот он вышел, когда вышла вторая часть, они взяли все расы и все карты из первой части, добавили их во вторую и, собственно, просто расширили ее, добавив на несколько раз новой кампании и так далее. Пожалуй, самая масштабная и самая крутая, несмотря на то, что она очень баговная на релизах всегда, особенно первая часть дико кривая была. Там до сих пор есть баги, которые не исправили с 2000, какой-то, в 16-м году у нас вышло. Вот там до сих пор есть баги, которые не исправлены и перешли во вторую часть. Это, конечно, минус. С другой стороны, надо делать скидку на масштаб, надо делать скидку на то, что с точки зрения лора она прям вообще охрененная. Практически все юниты, которые были в настолке или которые даже упоминались там в Эйддворфе, можно их поиграть. Во всяком случае, вот у всех фракций, которые, вот допустим, вот там в Удельфы, вот у них все, что было в пластике или в смоле, вы можете в этой игре поиграть. Уже этих миник, большинство этих миник купить даже нельзя, а в Total War Warhammer можно играть и прям получать удовольствие. Поэтому не задумываясь, конечно, Total War Warhammer это рейтинг S, наряду с Верментайдом и Даркоманом. Честно говоря, даже круче первого Верментайда, но не круче Даркоман, потому что Даркоман старший, он в принципе вообще придумал подобную игровую систему, которую потом в Total War стали использовать этих тактических битв коробками. Так что, в общем, она прям, она хороша. Играть сейчас в первую часть смысла особого нет, потому что в второй части контента больше, лучше начинать со второй, потому что весь контент из первой в принципе нам доступен, вам можно не париться особо. Лучше можно начинать сразу со второй части. А вот игра, которая с Total War Warhammer делит один год релиз, 2016-й. Она прям очень плоха. Man of War Corsair. Я не знаю, можно ли ее купить сейчас, но сейчас я, знаете, я даже поставлю на паузу саундтрек, чтобы показать вам, насколько она плоха. Она настолько плоха, что я сделал даже целый трейлер, переозвучил их трейлер официальный, чтобы показать, насколько она прям, насколько она плохая. Это очень плохая игра. Просто посмотрите. Если что, у меня есть по ней целый стрим. Я там часа два-три в нее играл, в общем, и показывал прям близко это все. Ну, в общем, запихивать Спейсмарина в Спейсмарина. Какой-то очередной инди-разработчик представляют игра, в которой можно неподвижно стоять у руля. Игра, в которой можно немного покрутить руль. Игра, в которой можно вспомнить, как выглядела анимация персонажей в 98-м году. Игра, где можно угрожающе ходить по городу, пока вокруг тебя все дерутся. Игра, в которой вот еще руль. Игра, в которой можно еще походить вокруг драк. Нет, серьезно, вот же руль. И пушка. Возьми под управление персонажа, который насрал в штаны. И снова угрожающий стою у руля. О, там еще маленькая херня в нижнем угле в углу. Мэновор Корсар. То ли Мэновор, то ли Корсар, мы сами еще не определились. А, Мэновор Корсар. Блин, ох, господи, он... А, это Д. Это просто Д. То есть нам херовая анимация, херовый звук, херовый геймплей. Там все очень плохо, все очень плохо. То есть, но это единственная игра в ФБ про корабли. То есть там у тебя свой корабль, экипаж, прокачиваешь пушки, там все что угодно. Но она, она безумно плохая. Если вам хочется увидеть худшую игру по Warhammer Fantasy Battles, то это она. Я не знаю, не играл в мобильные эти футболы все, может быть, они хуже, но не думаю, честно говоря, не думаю. Потому что я играл в Corsair. И так плохо, как Corsair, не может быть ничего. Вот правда ничего. Знаете, на самом деле, подумав, я бы Мартхайм засунул в рейтинг C. Но вот он не заслуживает того, чтобы находиться вместе с Марков Киес на одном рейтинге. Поэтому это C. В 2017 году у нас вышел Warhammer Total War 2. Добавили туда Лизардменов, добавили туда Хаэльфов, добавили Ультуан. Компании отдельные добавили вот это Битва за Вихрь, туда-сюда. В общем, ну, как я и говорил, Total War Warhammer 2 в принципе не отделим от первой части наоборот. И, в общем, в целом надо их рассматривать по сути как одну игру с кучей и с кучей DLC-шных, по сути, по сути. DLC-шных раз. Они просто красавцы. Они умудрились одну игру растянуть на три и продавать их по кускам. Но она, правда, масштабная, контента там дофига и вы не разочаруетесь. Несмотря на баги, которые там годами тоже не фиксятся, ну, Warhammer 2, конечно, прям, да. Прям сюда. Может быть, ну да. Как-то так мы поставим. Опять же, у меня на канале куча стримов по Warhammer Total War первому, по второй части прям много всего. Не верите, посмотрите сами. Warhammer Quest 2. Вот в первую часть я играл, во вторую нет, поэтому ничего не могу сказать. Геймплей, честно говоря, выглядит практически так же. То есть, ну, все то же самое. Ты тоже собираешь патию, идешь в подземелье, валишь монстров, лутаешь лут, прокачиваешься и так далее. Ну, выглядит, честно говоря, точно так же. Вот прям абсолютно точно так же. Поэтому, ну, не играя в первую часть, о, в смысле, не играя во вторую, но достаточно много играя в первую, ну, могу смело ее вот прям туда же поставить, потому что все, что я видел, я сегодня смотрел видосы по этому Warhammer Quest 2, ну, в принципе, то же самое, тоже рейтинг B смело. Мартхайм Warband Skirmish 2017 год, о, боже мой, в общем, еще более упрощенная версия Мартхайма, но для мобильных телефонов. Не играл, сразу скажу, не играл, не думаю, что стоит, потому что если со всей своей глубиной обычный Мартхайм вот для PC и консолей получился, честно говоря, унылым, скучным, то я не думаю, что мобильная версия что-то упростив сделает его лучше. Так что, ну, опять же, на ваш суд пробуйте сами, если она действительно хороша, расскажите мне в комментариях, я не знаю, не буду ее комментировать, не играл. Далее, самое, наверное, необычное, вот наряду со Снотлинг Флингом игра Warhammer Doomville, где, ну, то есть, мобильная игра, у нас немножко глючит ютюбчик, где вы, управляя скейвенским Doomville колесом Рока, сносите все на своем пути, прокачиваете это колесо и прыгаете. Поиграл в нее 10 минут. Но, понимаете, это не игра по Warhammer, это просто, ну, это, вот есть миллион таких игр, где ты просто прыгаешь на мобильных телефонах, миллион игр, здесь просто, ну, по сути, рискин от Warhammer. Худшая ли это игра по Warhammer? Нет, но это не игра по Warhammer, в том-то и дело. То есть, да, она качественнее, чем Монавор Корсар сделан, но она же в 100 раз проще, чем Монавор Корсар. Стоит ли ее вообще рассматривать, не знаю, не уверен. Ну, то есть, ну, вы можете назвать это игрой по Warhammer? Вот, типа, я играю в игры по Warhammer, вот это, Doomville, серьезно? Ну, в общем, Doomville, вот туда куда-нибудь с Мартхаймом. Не худшая игра в истории, ну, ну, прям, ничего особенного. Вот, Vermintide 2, вот, Vermintide 2, как и 1, он просто офигенен. Честно говоря, я думаю, что можно, наверное, 1 Vermintide поставить на А, а вторую часть поставить прям на рейтинг S, потому что она, ну, взяла все, что есть самое крутое в первой части, сделала это лучше, сделала ее больше, лучше оптимизирована, лучше выглядит, лучше играется, поэтому, да, наверное, вторая часть у нас даже лучше, чем оригинал. Первая часть, вот, наряду с Battle March, с Shadow of the Horned Rats, Age of Reckoning, все будет здесь. Очередная у нас в 2018 году фигулька по фэнтези-футболу, Blood Bowl, Death Zone, ну, в общем, опять, мобильная игра про фэнтези-футбол, неинтересно, вообще, даже знать не хочу, что там, просто, просто игра про фэнтези-футбол. А вот, следующая, высокобюджетная, трипл-А игра, которую прям хорошо рекламировали, Warhammer Chaos Bane, Diabloid по ФБ, Бука мне, заплатила за стрим, чтобы я эту игру показал, рассказал на канале, вот, но, к сожалению, игра меня очень разочаровала, потому что она прям, ну, на релизе очень сырая, в нее скучно играть. Казалось бы, как можно взять, как можно взять, вот, прошу прощения, как можно взять формулу Diablo и сделать ее скучной, я не знаю, но вот, разработчикам Chaos Bane это удалось. Куча однообразных врагов, вот просто посмотрите, за мной бегает, ну, буквально одна и та же модель. Вы видите, одни и те же враги. И при этом, ну, не кислая такая сложность в целом. Надо ли говорить, что я не был сильно впечатлен, но зато вот тут Теклис есть, Теклис, Магнус есть там, в общем, есть известные персонажи во вселенной ФБ, но я не был впечатлен, об этом, в общем, сказал все, что я думаю на стриме, Бука на меня обиделась и сказал, что больше со мной работы не будет. Хотя, ну, я же не виноват, что вы издаете не очень хорошую игру. Поэтому Киос Бэйн вот прям, ну, наверное, самое лучшее в рейтинге С, может быть, в конце рейтинга Б, но если вы в нее не поиграете, вы ничего не потеряете, серьезно. Даже в Снотлинг Флинг будет интереснее играть. Может быть, сейчас ее там допилили апдейтами и так далее, в чем я сильно сомневаюсь, продажи у нее не какие-то там космические, так что, скорее всего, на разработку уже забили. Но я не уверен, я не уверен. Если это не так, поправьте меня, но, в общем, на релизе Киос Бэйн был говном. Какой он сейчас? Расскажите в комментариях, кто играл. Мы подходим к концу нашего списка. У нас Warhammer, Chaos and Conquest в 19-м году. Ну, в общем, мобильная игра. Я так понимаю, она типа а-ля онлайновая, то есть что-то типа Clash of Clans. Я в такое не играю, у меня нет на это времени, потому что такие игры требуют или дохрена донатов, или дохрена гринда. У меня нет времени на гринда, донатить в точно такую же игру, как Clash of Clans и все эти клоны, эти Crusades эти все. В общем, ну, просто неинтересно. Есть куча крутых игр на PlayStation, на Xbox, на PC, на Switch и играть вот в этом, ну, прям прям нет. Вот это непонятная какая-то ферма Point and Click вообще неинтересно. Так что, в общем, кейсы Конквест иди туда куда-нибудь к футболу и сиди там, не рыпайся. В 2021 году Warhammer Odyssey у нас вышла в начале года мобильная игра с претензией на, ну, такое, можно сказать, это мобильная ММО с претензией на Age of Reckoning. Посмотрел на нее несколько обзоров. В целом, для мобильной игры сделана она очень даже неплохо, но проблема в том, что тут достаточно серьезные пейволы, и у Пончи есть хороший обзор на Odyssey, где он рассказывает, как он пошел там драться с пауком каким-то стартовым, получил от него, короче, пиздюле от этого паука, у него сломалась вся снаряга, чтобы снарягу починить, надо или гриндить, или, в общем, платить деньги, и это случилось первые там, типа, 40 минут геймплея. я сам в Odyssey не играл, но вот эти паеволы, от которых страдают многие фри-то-плей игры, здесь, судя по всему, судя по тому, что я читал и смотрел, они прям сильны. Сильны, так что, в общем, Odyssey мобильные игры и спортивные игры вообще не очень, так что всего доброго. Мы почти подходим к концу списка, у нас Blood Ball 3. Я не знаю, кто... Учитывая, сколько этих Blood Balls вышло, ну, явно кто-то в них играет, а кто-то их любит, эти Blood Balls. Я играл во второй, видел все остальные, но в общем, окей. Спортивный фэнтези футбол какое-то отношение имеет именно к Warhammer, ну, посредственное, ну, типа, знакомые, знакомые фракции, но не более того. Вы чувствуете, как Warhammer Fantasy повезло относительно Сроковника, да, то есть, если посмотреть игры по 40К, как я их делил, ой, блин, что-то у меня не сохранилось. В общем, но внизу списка было довольно много игр. И вообще, игр типа С, там тоже было достаточно много. Если смотреть на ФБ, то, в общем-то, у них такое ровное деление, то есть, там, 4 прям отличных игры, 4 хороших игры, 4 нормальных, 3 не очень, и одна прям совсем херовая. Вот. Плюс куча мобильных поделочек. Игра, которая еще не вышла, но которой мы все очень ждем, тот лор Warhammer 3 добавит Кислив, добавит Харнатов. Что сказать? Добавит багов. Зная релизы первой и второй части, какие они кривые были, я вообще не удивлюсь, но главное, что багов не было слишком много, и чтобы они не переносились из первых двух частей. Кавалерия на Медведях у Кисливитов, в общем, тут Харнаты на Джиггернотах. Выглядит круто. Я прям очень жду, очень хочу, явно у нас будет куча стримов по ней. Еще часов 300 поди, я на это убью, смотря то, что она багованная. Ну, посмотрим. Скорее всего, эта игра у нас попадет вот сюда, наверх списка, прям, не напрягаясь. Но время покажет, как говорится. Ну, и последнее, что у нас собираются выпускать, они пока анонсировали неизвестную дату релиза, это Total War Battles Warhammer. Это, по сути, мобильная такая, диетическая версия Total War. Разрабатывает ее NetEase, кстати, китайский разработчик, вот этот NetEase. Ну, так сказать, поживем, увидим. Но в целом, опять же, если есть доступ к PC, если есть Total War Warhammer нормальный, то почему бы не играть в него? Однако, опять, если вы прям дикий фанат, то в дороге сыграть вот в такое будет круто. Или там пока коротаете где-нибудь очередь в какой-нибудь, не знаю, поликлинике или еще где-нибудь. В общем, выглядит прикольно. Я бы попробовал. Единственное, немножко меня пугает, что это NetEase, и это мобильная игра, поэтому с большой вероятностью там будет конская монетизация, пейволы и так далее, чтобы прям реально ей насладиться. Что вы думаете, какие у вас любимые игры? Давайте вот я сейчас напишу сейв. Так, сейчас. Ой. Сейчас, сейчас, секунду, мы вот, вот. Я сейчас сохраню этот список, и он будет в описании к видео. Что вы думаете, какие у вас любимые игры по ФБ? Играли ли вы во все эти фэнтезийные футболы? Как они вам? Что у меня очень тупит. Странно сохранилось. Ну ладно, в общем. Я эти шаблоны залью. Вот, кстати. А, да, вот у меня сохраненные темплейты по 40К. Вот сравните, сколько по 40К хреновых и средних игр, и сколько хороших относительно того, как это по ФБ все делится. Ну, прям большая разница, на самом деле. Очень жаль. Сроковник более популярный, но и говна по нему выходит больше. Мне кажется, это просто закономерность. Ладно, спасибо большое всем, что пришли, посмотрели, поддержали. На следующей неделе у нас стандартные видео вернутся, у нас начнется все с вах-фактов, потом через неделю у нас будет выпуск Warclora. Ну, расписание стримов у нас опять же, как я уже много раз говорил, в разделе сообщества на ютубчике. Приходите, смотрите, всем респект, уважуха, и на фоне все это время играл саундтрек Warhammer Darkommen. Поиграйте сами, не пожалеете. Всех люблю, до скорого, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok